На Левом берегу на этой неделе начались раскопки Волжского оборонительного рубежа. Проводят их поисковики отряда памяти из педуниверситета и неравнодушные к истории страны школьники и студенты. Они объединились в военно-патриотический полевой лагерь. Помогут ли эти раскопки пролить свет на одну из засекреченных страниц истории, выясняла Евгения Зиновьева. Эти ребята роют окопы в поселке Октябрьский почти неделю, соблюдают инженерные параметры, брустверы укрепляют досками, чтобы земля не обвалилась. Здесь собираются провести первый исторический фестиваль «Волжский рубеж». Фрагмент боя немецких и советских солдат в 1942-м реконструируют до мельчайших подробностей. Здесь, значит, будут наступать у нас немцы. С той высоты копается окоп немецких оборонительных сооружений. Их задача будет выбить наших бойцов из этого окопа и захватить господствующую высоту, на которой будет находиться ДОТ. А это уже заволжские леса. А по мнению поисковиков, с 1942 по 1944 годы здесь проходил Волжский оборонительный рубеж и базировался 95-й полк. В его состав входила 14-я Чебоксарская запасная стрелковая бригада. Это почти 3000 бойцов. Кстати, 14-я бригада – единственное воинское соединение в истории Советского Союза, которое носило официальное наименование «Чебоксарская». О, смотри, 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 уговица. Класс. Первый ламбл, второй ламбл. Найти информацию о Волжском рубеже обороны в архивах почти невозможно. Минобороны страны до сих пор не рассекретила многие документы тех лет. Но поисковики обнаружили в лесу остатки железобетонного пулеметного колпака, учебные окопы и больше 40 землянок. О том, что в этих местах базировалась воинская часть, говорят находки. Поисковики за несколько часов достали из-под земли вот такую рубашку от гранаты, масленку для хранения жидкости для чистки оружия, малую пехотную лопату и вот такую гильзу. На ней даже сохранился год изготовления, 40-й. Артефакты нашли в землянках. Вот в этой, например, могли разместиться полсотни человек. Пол здесь был выложен кирпичом. Поисковики говорят, в укрытии вполне могло быть и печное отопление. Точку мы нашли на линии окопов. То есть нас там повели просто на экскурсию, я решил пройти с металлоискальзером. Нашли там заточку, цепь нашли. Сказать на 100%, что здесь был именно 95-й полк, мы тоже не можем, потому что не сохранилась карта с его точным местоположением. Самая главная цель – это обучить этих поисковиков, это смена для них, чтобы они прониклись поисковым движением, чтобы они обучились навыкам поисковика и смогли уже безопасно, с знанием дела работать на местах боев и поднимать уже останки павших советских воинов. Кружки, ложки, котелки, перочиной ножи и даже чесалка для лошади. Вместе с рядовыми находками поисковики поднимают на поверхность уникальные предметы. Например, вот такую немецкую пряжку. С внешней стороны она сточена, а внутри сохранился силуэт орла. Орел еще в Верминской республике, которая находилась еще до Гитлера была, существовала 16 лет. А как она могла попасть в наши леса? Мы думаем, предполагаем, что два у нас варианта. Или эту пряжку сюда доставили, как в трофейную наши солдаты или офицеры, которые возвращались сюда с фронта, или же эта пряжка принадлежала пленным немцам. В заволжских лесах историю раскапывают около сотни школьников и студентов со всей республики. Такой крупный поисковый десант здесь высадился впервые. Обычно на раскопки выбирается отряд человека максимум в 20. Сохранять историю для потомков без финансовых выливаний невозможно, говорят организаторы поисковой смены. В этом случае помог грант президента страны в 980 тысяч рублей. Деньги пошли на проживание, питание и покупку инструментов для поисковиков. Одним сезоном, говорят, ребята, здесь не ограничишься. Слишком много останется неизведанным. Вернуться сюда не хотят следующим летом и в том же составе. Евгения Зиновьева, Екатерина Янгалакова, Вести, Чебоксары.